МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поступить будет легче, но не всем. Как сдали ЭГЭ выпускники 2015. Того и гляди полыхнет. Жители Китоя опасаются большого пожара. И попробовали силы. Организации инвалидов готовятся к летней спортивной декаде. О событиях среды в этом выпуске программы «Местное время» в студии Даниил Недзельский. Едва выпускники вздохнули от сдачи единого госэкзамена, как перед ними встала новая задача – поступить в ВУЗ. В этом году возможности абитуриентов расширяются. Появились целевые места. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник управления образования. О том, с какими результатами подошли выпускники 2015 к моменту зачисления – репортаж Павла Козлова. С русским языком ангарчане справились на ура. Всего семь выпускников пошли на пересдачу. А вот с профильной математикой пришлось немного попотеть. К сожалению, в этом году выбить сотку по этому экзамену никому не удалось. Правда, в 10-й школе двое выпускников получили высшие баллы по области. 159 школьников из тысячи не прошли минимальный порог. Большая часть из них сдавала математику на базовом уровне. Базовая математика оценивается не по ступальной шкале, а по пятибальной. Исходя из этого, из 728 участников экзамена не подтвердили результат 15 человек. То есть получили 2 балла всего лишь. Положительный результат уже считается, когда 3 балла ребенку было присвоено. По базовой математике мы выглядим достаточно хорошо на уровне области по результатам. Почти 42% ангарских выпускников получили высший балл на экзамене. А вот по области таких результатов добилось всего 32% учеников. В этом году уже как минимум трое выпускников не смогут получить аттестат. Пока некоторые ребята еще сдают оставшиеся экзамены в резервные дни, другие уже вовсю готовятся к поступлению. В этом году Управление образования совместно с администрацией организовало работу по предоставлению целевых мест для абитуриентов в иркутских вузах. Для того, чтобы попасть на целевое место, необходимо ходатайство от школы, которое должно быть написано в адрес Управления образования. После получения такого ходатайства мы соотносим количество целевых мест с количеством поданных заявлений от наших выпускников, выписываем направление от Управления образования на целевое место. И с этим направлением ребенок, который определился для поступления в вуз на данное целевое место, идет в приемную комиссию и подает документы. Целевое место дает право выпускникам из малообеспеченных или многодетных семей на бесплатное обучение. Ангарчане могут подать документы на получение образования в трех областных вузах – ИРГТУ, ИГМУ и в Пединститут Иркутского госуниверситета. Всего выделено более 50 целевых мест. Стоит заметить, что прием документов на такое обучение уже начался и продлится до 24 июля. Павел Козлов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Накануне в администрации Ангарска состоялось очередное заседание Думы Ангарского городского округа первого созыва. Народные избранники рассмотрели 16 вопросов. Среди них порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и положение о его приватизации. Была утверждена и символика Ангарского городского округа. За основу герб и флаг взяты те, которые действуют на сегодняшний день. Это герб и флаг города Ангарска, ранее утвержденный. Внешний вид описания не меняется, остается в ранее действующем варианте. Также в повестку заседания вошли вопросы, касающиеся изменений бюджета муниципальных образований и города Ангарска. Напомним, что раздельное исполнение бюджета будет действовать до конца 2015 года. А уже с 1 января в силу вступит бюджет Объединенного Ангарского городского округа. Сейчас депутаты ушли в отпуск, который продлится до 1 августа. Как на пороховой бочке. Минувшее воскресенье микрорайон Китой всколыхнул сильный пожар. Горели опилки бывшего предприятия Китой лес. Искры летели в жилые дома и цистерны с бензином. От этой ситуации жители страдают уже более 20 лет и опасаются за свою жизнь. Яна Попова с подробностями. Это место жители микрорайона Китой называют адом. И за дня в день здесь горят опилки от бывшего предприятия Китой лес. Но справиться самостоятельно с воспламенением китайцы не могут. Потому что ходить по этой дымящейся земле как минимум опасно. К примеру, недавно здесь провалился местный житель, у которого теперь серьезные ожоги ног. Предприятие Китой лес разорилось и сгорело еще в начале 90-х. С тех пор местные жители живут как на пороховой бочке. В 1991 году случился сильный пожар, когда искры от очередного воспламенения перекинулись на жилые дома, стоящие в нескольких метрах. Сгорело 350 участков. Остались одни печки. В течение 25 лет это место тушат, но кардинальных мер по засыпке этого очага еще не предпринималось. Когда объясняли, при большом пожаре, это случилось позавчера, огромный пожар, объясняли диспетчеру, что надо 2, 3, 4 машины побольше. Дико горит. Она сказала, отправили одну, они приедут, разберутся. В принципе, пожарные в 3 машины потом приехало, они справились, но справились только благодаря тому, что ветер сменился и стих. Если бы не сменился ветер, сгорел бы весь Китой, как в 90-м году. Возле этого места находится железная дорога, цистерна с бензином, 24 жилых участка, гаражи. Местные выпивохи собирают здесь металлолом, который остался от бывшего предприятия, ворошат и текучий опилок, тем самым создавая еще более опасную ситуацию. А городские жители приноровились возить сюда мусор грузовиками. В минувшее воскресенье, когда произошел сильный пожар площадью 400 квадратных метров, чуть было не загорелись гаражные боксы. В прошлом году сгорел забор частного дома и крыша. В квартирах все, постоянно запах вот этот гарий. И каждый год при Канухине приезжали, здесь тушили. Он собрал тут водоканал весь был, вся администрация была. Затушили, успокоились опять, ждут, ну, покамись. Ветра нет, вот такая вот чача идет. А если начинается ветер, это все поднимается, ну, стеной поднимается, и горячие опилки летят. Люди, не на шутку перепугавшись, держат документы и вещи первой необходимости ближе к выходу, чтобы можно было быстро выбежать из дома. О запахе, который стоит от возгорания, и говорить не стоит. А ведь сейчас лето, с закрытыми окнами долго не посидишь. С чами, с документами. Это 91-й год, здесь отсюда же все началось. В администрации городского округа эту тему сейчас держат на пульсе. Уже засыпаны подобные свалки возле ДК Лесник и местной школы. Теперь вот это место размером 2,5 гектара предстоит засыпать золой, песком и грунтом, чтобы подземные пожары не возобновлялись и давали спокойно жить людям. А пока они круглосуточно дежурят у телефона, чтобы незамедлительно набрать 01. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Местное время. 26 июня с 13 до 18.00 в Ресурсном центре общественных объединений пройдет бесплатный семинар для бизнесменов «Юридические вопросы предпринимательской деятельности». Программе консультаций специалистов по вопросам трудового и налогового законодательства, аренды, уголовной ответственности за преступления в экономической сфере и многое другое. Как правильно подать какой-то иск, опять же, контрагенту, как проверить контрагента, потому что иногда доходит до абсурда буквально, что люди подписывают договора, перечисляют деньги и контрагент исчезает. Хотя достаточно было сделать вообще минимальную проверку. Предварительная запись на семинар проходит по телефону 68 63 42. Однако посетить мероприятие могут все желающие. Управление социальной защиты населения принимает ходатайство о награждении почетным знаком «Материнская слава». Для участия в конкурсе необходимо до 1 сентября предоставить пакет документов, а также благодарственные письма, грамоты и характеристики, подтверждающие, что семья ведет активный образ жизни. Решение награждения принимается коллегией, состав которой утверждает губернатор области. К значку прилагается и единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Почетным знаком награждаются многодетные матери, которые прожили на территории области, Иркутской области, не менее пяти лет, которые родили и воспитали пять детей. При этом пятому ребенку должно быть не менее восьми лет на момент обращения. И все, которые старшие дети, должны быть на этот момент живы. Все подробности можно уточнить по телефону 52-28-94 или в кабинете 213 Управления социальной защиты населения. 300 тысяч рублей – такую сумму необходимо собрать семье Щербаковых на операцию для маленькой Маши. У девочки врожденный порог сердца, который требует немедленного хирургического вмешательства. Подробности истории в репортаже Натальи Зарубиной. То, что у девочки проблемы с сердцем, Анна узнала на следующий день после родов. Когда выписывались из перинатального центра, врачи обнадеживали, что году артериальный проток может закрыться сам. Но чуда не произошло. Этот врожденный порог влияет не только на работу сердца, но и легких. Теперь для полноценной жизни ребенку нужна операция. Ну, когда Маша родилась, мы никто не ожидали, что будет такой диагноз. Совершенно не ждали. И когда вот поставили и сказали, что будем ожидать год, надеялись на лучшее, что все у нас пройдет, все закроется, что нужно, что нужно откроется. И были в шоке. Ребенок очень веселый, светлый, очень любит играть. Любимые занятия Маши – подвижные игры и прогулки во дворе. Девочка любит читать книжки, повторяет фразы и движения взрослых. Внешне вполне здоровый и активный ребенок. И только родители видят учащающееся проявление болезни. Внешне – это заметно, когда она плачет. Она как будто задыхается. Она выдыхает воздух, а не может, как сказать, не хватает ей воздуха. То есть начинаешь дуть, начинаешь панике, доча, доча, что-то делать. Главное, чтобы не плакала лишний раз. Так необходимую Маше операцию иркутские хирурги готовы провести бесплатно. А вот спиралька, которую планируется внедрить в сердце девочки, стоит 300 тысяч рублей. Собрать эти деньги Щербаковым не под силу. Мама находится в декрете, отец девочки работает санитаром в больнице. Обратились в благотворительный фонд. Однако там целая очередь из таких же сердечников. Тянуть не стоит, предупредили врачи. К тому же в УАПе в самом может образоваться тромб. То есть мы заболели бронхитом или какой-то такой болезнью специфической. Вирус попал в проток, там образуется тромб. Этот тромб может оторваться и улететь либо в сердце, либо в легкие. И будет исход летальный. Поэтому и вынуждены Щербаковы обратиться к горожанам за помощью. Надеются на понимание и поддержку. Сами не раз помогали нуждающимся. И уверены, что дороже здоровья и жизни ребенка не может быть ничего. Все, кто желает помочь Машеньке, могут связаться с ее мамой по телефону, указанному на экране. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Красота своими руками. В Ангарске объявили прием заявок на участие в конкурсе «Ангарский дворик». Подать сведения о себе активные жители, добившиеся успехов в благоустройстве своих подъездов, балконов, придомовых территорий, могут до 30 июля. В конкурсе семь номинаций. Для поощрения активных жителей создан призовой фонд в размере 173,5 тысяч рублей. Для подачи заявки нужно заполнить бланк заявки. Бланк можно взять либо у наших специалистов по связям с общественностью Центра поддержки общественных миссий, либо подойти по адресу 73-й квартал, дом 3, помещение 25 и заполнить на месте заявочку. Либо пост на сайте учреждения. Также есть и положение по конкурсу, и бланк заявки. Итоги конкурса будут подведены 15 августа. Победители и призеры в каждой из номинаций будут награждены дипломами и подарочными сертификатами. А для участников, не вошедших в число победителей, предусмотрены небольшие денежные премии. Подготовку к летней спартакиаде начали сегодня инвалидные организации города. Первые соревнования проходили на Иловском водохранилище. Люди с ограниченными возможностями здоровья соперничали в плавании, эстафете и волейболе. Обо всем подробнее наш следующий материал. Летняя спартакиада – одно из самых любимых мероприятий у людей с ограничениями по здоровью. Что может быть лучше, чем принимать участие в соревнованиях и заодно отдыхать на песке у водоема. Традиционно перед декадой на подготовку к спортивному турниру энтузиасты отправляются на Иловское водохранилище. Готовится три дня. В программе «Пляжный волейбол. Заплыв на скорость. Эстафета на песке». Сегодня погода немного обманула. Ожидали солнце, опалил дождик и все затянуло тучами. Но разве это сможет напугать людей с такой силой воли? Женщины и мужчины нарядились в жилеты и вперед – в воду. Все соревнования проходят под строгим контролем государственного инспектора по маломерным судам. Пока каждый снаряд, который спускается на воду, не будет досконально изучен и проверен, купаться никого не пустят. Народу собралось намного больше, чем ожидалось. Пришлось менять игроков в командах, чтобы каждый проявил себя. Люди здесь могут еще и отдохнуть, загореть. Это как бы организация досуга в первую очередь. А 7 июля уже пройдут соревнования. Они будут проходить у нас с 1 по 10 июля декады инвалидов, посвященные 70-летию победы. Уже в четверг и пятницу представители инва-турспорта будут соревноваться на лодках. Другая спортивная организация «Импульс» устроит заезд на инвалидных колясках от ДК «Современник» до пейнтбольного клуба «Комбат». А госинспекция по маломерным судам проведет на водохранилище акцию для всех отдыхающих под названием «Апельсин». Тем, кто выполняет правила поведения у воды, будут вручать оранжевые листовки, а вдобавок к ним – настоящий цитрус. Елена Токмина, Яна Попова, Михаил Терышкин. Местное время. Коллекционеры и все, чем они интересуются. Новая тема программы «Все путем» с Павлом Скороходовым. В каждой передаче вопрос на знание особенных мест в городе и специальный гость. Итак, смотрите в четверг в 20.20 на телеканале АКТИС. А у нас на сегодня все. Далее в программе прогноз погоды. Спасибо за внимание и до встречи.